Госдума в третьем чтении приняла законопроект о повышении пенсионного возраста. Теперь мужчины будут выходить на заслуженный отдых в 65 лет, а женщины в 60. Что вы думаете по поводу того, что Госдума вчера в третьем чтении приняла законопроект о повышении пенсионного возраста? Для меня это очень печально. Мне жалко наших детей. Почему печально? Ну, потому что получается, что у них отняли часть пенсии, будут прибавлять для нас. Я считаю, что это несправедливо, тем более, что доходы в государстве имеются, наверное, чтобы эту пенсионную реформу решить другим способом. Мне 60, если бы еще мне работать, да, ну не знаю, но если вот до 60, это хорошо, а мужчинам, представляете, ну, ведь работодатели, они, например, сейчас, наверное, желают молодых. Ну, это не очень хорошо для женщин, потому что у них не будет возможности получать деньги и совместную работу, ну, как многие, например, делают. То есть им придется работать больше и, соответственно, ждать своей пенсии дольше. Это же не очень хорошо для них. Не каждый может поддерживать свое здоровье в таком состоянии, чтобы там работать до 60, сколько, 5? Ну, как бы... Мужчина до 65, женщина до 60. Ну, в любом случае, это, ну, тяжелее, как бы... А откладывать на пенсию вы будете как теперь? Не на пенсию, а на старость на какую-то? Ну, я считаю, это бессмысленно, если честно. Откладывать бессмысленно, почему? Дожить бы вы теперь вообще на пенсии. Я думаю о будущем, о других коллегах, которые работают. Это даже, я считаю, год прибавка к пенсии, это уже значительно. Но 5 лет. Моей коллеге осталось 5 лет до 5, а теперь 10. У нее двое детей, а мать одиночка. Ну, в смысле, потеряла мужа. И так многие. У нас в России богатая страна. Должно правительство думать, где найти деньги. Средняя продолжительность жизни очень мала. Они в лучшую высокую продолжительность жизни. Ну, законопроект подразумевает, что у нас продолжительность жизни повысится в России. Как она повысится? Этого прогнозировать невозможно. Ну, обещают улучшить здравоохранение. Обещаниями. Вот когда будет, тогда будем разговаривать на этот счет. Будем соглашаться. А сейчас этого нет. Работать в таком возрасте, как бы, это очень сложно. Потому что, если мы работаем, начиная, например, с 18 лет, когда заканчиваем техникум, то работать приходится очень много. Поэтому я считаю, что это очень тяжело. Ну, а вы будете какие-то пути решения проблемы этой искать? То есть, может быть, как-то откладывать на старость? Ну, так придется только, если копить больше ничего. Или надеться на наших детей. 60 лет многовато вообще-то для женщин. Вы уже рассчитывали, как на вас реформа отразится? Рассчитывала. Мне осталось еще 20 лет работать. А до реформы сколько? Поменьше на 5 лет. Ну, и вы согласны с государством, что это нужно сделать было? Если государство приняло такое решение, значит, это нужно было. С учетом того, что мужчины в основном живут в среднем 55 лет, смерть все очень ранняя. То есть, не факт, что вообще доживут на пенсии. Такая перспектива. Закон о повышении пенсионного возраста вступит в силу после одобрения в Совете Федерации и подписания президентом. Несмотря на то, что в первоначальный проект внесли существенные коррективы, поправки в пенсионное законодательство – это, пожалуй, самая резонансная и непопулярная в народе реформа в России за весь 21 век. Максим Серебряков, Антон Осипов, РТВ, Иваново.